Йоп, и Ян. Когда меня узнают на улицах, я часто слышу «Ого, ты настоящий!» Даже пальцем потрогать пытаются. «Ты настоящий, правда?» Я говорю «Нет, это одна из моих личностей, которая прямо сейчас хочет тебе понравиться». На самом деле, я дальше беру гугл, гуглю картинку и показываю. Вот он настоящий я. Жаба с маленьким расстоянием между глаз. Но вот кто на самом деле вас шокирует, если вы увидите ее вживую, так это мой идеал. Лил Микелла. Кто она такая? Блогер с тремя миллионами подписчиков в инсте, которую Тайм назвал одним из самых влиятельных инфлюенсеров интернета. Она снимает клипы, продвигает Самсунг и целуется с Беллой Хадид в рекламе Кельвин Кляйн. Все бы хорошо, но есть одна деталь. Лил Микеллы не существует физически. Да, это CG-персонаж, созданный одной из студий в Лос-Анджелесе. Но ее подписчикам как-то вообще глубоко пофиг. Если почитать комментарии, становится понятно, что Микелле доверяет так же, как и другим блогерам в ленте Инстаграма. Она призвала голосовать на выборы, бороться за экологию и права чернокожих. В общем, ведет себя как живой человек со своим мнением. Окей, закрепляем. Мы живем в мире, где у виртуального человека есть свое мнение. Но знаете ли вы, что мнение сейчас появляется даже у мертвых? Например, у этого парня, погибшего от шутинга, голограмма, которую создали его родители, призывает сократить оборот оружия. Можем ли мы считать это мнением самого парня? А если сделать голограмму Джорджа Флойда, из-за которого начались протесты Black Lives Matter, сможет он выступать в суде против своего убийцы? А что насчет мертвых музыкантов? Хотел бы Тупак выступать на Куачелле, если бы не те четыре пули? Хотел бы Децл стоять на сцене с Тимати, с которым они уже не общались давно, и слушать, как он просит прощения? А что насчет виртуального отца Ким Кардашьян, которого ей подарил муж Канни Уэст, и который утверждает, что Ким замужем за самым-самым гениальным человеком на Земле, особенно учитывая, что они недавно развелись? Ну и напоследок, хотел бы сняться Цой в фильме о себе. Как я люблю повторять, будущее уже наступило. Мы просто этого не заметили. Мы тратим больше денег на виртуальные, а не на материальные вещи. Раньше как было, помните? Платить за какие-то пиксели? Я что, дурак, что ли? Да я лучше с торрентов скачаю. Да еще и пирожских модов закину. Забудьте об этом. Сейчас другое время. За командой Team Spirit, победившей в The International, стоит Marketplace Market CS GO, который зарабатывает на продаже игрового оружия. И знаете, сколько стоит самый дорогой нож? Знакомьтесь. Керамбит. Нож в КС, который был продан за сумасшедшие 58 миллионов рублей. Может быть, этот нож причиняет особый урон врагу? Или, например, делает игрока неуязвимым? Нет. Это просто красивый нож, которого не существует физически, и он стоит 58 миллионов рублей. Черт. Что нам с этим делать? Ничего. Просто примите это. Это новая реальность, в которой мы живем. А вот бренды увидели в этом огромный бизнес. Ведь, как мы знаем, все, что может быть монетизировано, будет монетизировано. Gucci выпустили цифровые платья за вполне реальные 10 тысяч долларов и кроссовки всего за 12 долларов. Доступный ценник. Шмотки можно надеть в Инстаграме или носить на теннисном корте. Зачем загрязнять планету, если красивые фото можно сделать совершенно экологично? Я задумался об этом, особенно когда на Байкале увидел несколько чемоданов со шмотками, которые привезли с собой Инстаграм-блогер Батановна и ее парень. Я помню, что она сказала, что никогда не предугадая, что будет выигрышней смотреться на той или иной локации. И она не фоткается два раза в одной и той же одежде. То есть получается одно платье, одна фотка. Батановна – заложник своей профессии. Представьте, сколько вещей у нее дома, над которыми работали десятки людей, чтобы та сделала всего лишь одну фотку. Кстати, вот моя любимая жилетка. Филиппляйн. Стоит много денег, правда. Но вживую меня в ней видели, ну, человек 10. Зато сейчас меня увидят в ней миллионы. Тогда почему бы мне не купить просто виртуальную жилетку за 20 баксов? Так можно перестать быть ютубером и стать витубером. Слышали о них? Это Код Мико. На ней костюм для захвата движений. Он позволяет ей стримить сразу в двух мирах. Реальном и виртуальном. В одном она делится своими мыслями. В другом дает зрителям менять свою внешность и танцует за донаты. Ее любят. И дело не только в сексуальности и не в чате, который отображается у нее на свитере. Дело в эмоциях, которые она дарит. Возможно, скоро мне не придется собирать весь этот цвет красивый, который вы видите. Команду, который постоянно сзади. И сурового звукача. Я просто наложу маску и запишу голос. Осталось купить костюм всего за 30 тысяч долларов, да? Следующий шаг. Целый костюм виртуальной реальности. Он не просто оцифровывает тело. Он еще имитирует прикосновения. Где-то давит, что-то сжимает. И вот тебе уже кажется, что ты обнимаешься с живым человеком. Теперь в порно вы не просто подсматриваете за чужим сексом. Вы в нем участвуете. Чувствуете тепло у актрисы и слышите ее дыхание в вашем ухе. И не беда, что она персонаж из Кентая или видеоигр. То есть вы не зря помогли Йеннифер и Трис в Ведьмаке. Им будет, чем вас отблагодарить. Ууу. Может, вы еще и мастурбировать за меня будете? Почему бы и нет? У этого даже название есть официальное. Теледильдоника. Дильдоника от слова дилда. А теле значит на расстоянии. Вы подключаете виртуальную вагину и занимаетесь сексом с VR-персонажем. Для женщины, естественно, есть свой аксессуар. Если вам очень скучно, пожалуйста, можете купить искусственную вагину и вибратор. Поставить прямой эфир, оставить их в спальне. Пусть они вдвоем развлекаются. А когда закончат, вам придет уведомление. Итак, нас окружает копия людей, мы занимаемся киберсексом, одеваемся в виртуальную одежду и звучит так, как будто мы загружены в Матрицу. По крайней мере, отдаленно это точно напоминает. Да, без Матрицы в этом выпуске не обойтись. А точнее, без ее настоящего автора. Вачовские не придумали свою идею с нуля. Их вдохновил философ Жан Бодриар. Именно его книга «Симулякры и симуляции» попадает в руки Нео. Именно после «Матрицы» все заговорили о том, что, возможно, мы уже живем в симуляции. Но что, если я скажу, что тогда братья, а сейчас уже сестры Вачовские, неправильно его поняли? Бодриар говорил, что нереален вовсе не цифровой мир, а наша оффлайн-жизнь. Как говорится, вы не понимаете. Это другое. Нам не нужен искусственный интеллект и VR-очки, чтобы погрузить себя в мир симуляций. Мы уже лет 50, как в нем живем. То, о чем вы сейчас услышите, может изменить ваше представление о мире. Я докажу вам, что мы живем в мире симуляций, а к реальности у нас все больше вопросов. Сейчас вы узнаете, как знаки скрывают от нас смыслы. Почему в тыквенном лате не было ни грамма тыквы. На какую одну страницу приводят все ссылки Википедии. Как мы застряли в разных инфопузырях. Как фейковые новости превращаются в правду. Почему в виртуальном пространстве найти оригинал стало проще, чем в реальности. И как метавселенная изменит все. Слышали про правила 10 тысяч часов. Типа, чтобы стать профессионалом в любом деле, нужно потратить на него примерно 10 тысяч часов. Это около 5 лет работы. Часто у музыкантов как раз пик карьеры приходится на пятый год. Так что, это правило работает? Когда меня спрашивают про топлис, типа Ян, как держать долго вот такое качество. Я отвечаю, что топлис это мой ребенок, которого я люблю. И весь секрет в том, что ради него я постоянно развиваюсь. Мы растем постепенно, но уверенно уже 8 лет. Звезд неба не хватаем, потихоньку наращиваем качество, аудиторию и просмотры. Делаем темы выпусков интереснее, а погружение глубже. И вот результат. Уже 8 лет каждый выпуск в трендах Ютуба. 8 лет. Мне говорили, что это невозможно. Максимум год. Но я это сделал. 8 лет. Это 16 тысяч часов работы. За это время этот Ян далеко ушел от этого. Да, я нашел свое дело. Но если бы не упорство, я бы, может быть, один раз бы выставил бы, вместо того, чтобы постоянно двигаться вперед. И это правило работает везде. Что в медиа, что у вас в бизнесе, что в ресторанах. Кстати, это бар Short List на Петровке. Сюда люди приходят для того, чтобы почитать современную актуальную литературу. А я, чтобы рассказать истории. В прошлый раз я был здесь и рассказывал о документальном фильме «Человек, который обошел весь мир». Сегодня я хочу рассказать о канале «The Walkers», на котором выйдут 10 фильмов с историями немедийных людей, которые сделали невозможное, по крайней мере, невозможное до них. И первый герой из России. Этот счастливый мужчина Евгений Новожеев – кодсерфер, который катается не в тропиках, а на нашем Дальнем Востоке, где вода плюс 1 градусу, воздух плюс 3, а ветер надувает волны по 4 метра. Благодаря своему упорству Евгений проплыл от Чукотки в России до Аляски в США. 97 километров, по сути, на доске, привязанной к воздушному змею, меньше чем за 8 часов по ледяной воде. Вот такой вот кайтинг по-русски. Полную версию документалки вы можете посмотреть на канале «The Walkers», ссылка будет в описании. Бренд с 200-летней историей вдохновился простыми людьми, среди которых, что круто, русские ребята. Подписаться обязательно. И помните, less talking, keep walking. Итак, давайте разберемся, почему наш материальный мир — это и есть главная симуляция. Слышали что-нибудь про МакГаффин? Так в кино обозначают предмет, за которым абсолютно все охотятся, гонятся, хотят обладать им, но что это — уже не важно. Вспомните «Чемоданчик» из «Криминального чтива», «Святой Грааль» из «Индиана Джонса», «Р2-Д2» из четвертой части «Звездных войн», «Объект Кроличья Лапка» из «Миссии невыполнима 3» или даже «Лилу» из «Пятого элемента». Все охотятся за ними. А в чем их фишка? Зрителю уже не важно. Важно завладеть ими. Хичкок говорил так. Как раз из таких пустышек и состоит наша реальность. Или, как говорил Бодриар, гиперреальность. VR-очки и киберимпланты здесь ни при чем. Дело в смыслах. Объясню на примере мужского и женского туалетов. Вот вы в ТЦ-шке захотели пописать, как разобраться, куда вам идти. Ну, найти знак. Самый простой вот такой. Силуэты мужчины и женщины. В семиотике, то есть науке о знаках, это икона, то есть буквальное изображение значения. Помет даже ребенок. Идем дальше. Вот более завуалированный знак. Мужская и женская обувь. Это уже индекс, то есть то, что косвенно указывает на значение. Мужчину или женщину. Ребенок все еще может догадаться, да. Но бывает и такой знак. Значки Марса и Венеры. Это уже символ. То есть то, что никак не связано со значением. Просто люди договорились, что он значит. Как символ радиации или переработки, или даже значок хиппи. Если не знать условия этого договора, то понятного мало. Ну, мы понимаем эти знаки, потому что мы к ним привыкли. А вот Бушман эти знаки не поймет. Он может понять, например, стрелочку, потому что сам стреляет из лука и знает, куда летит стрела. Икона, индекс, символ. Все эти знаки указывают нам на одно значение. Туалет. Символ радиации указывает на ионизирующее излучение. Знак переработки на возможность сделать из пластиковой бутылки новую. А значок хиппи, ну, сами знаете. А теперь представьте знак, который ни на что не указывает. В нем нет никакого смысла. Он вообще, за ним ничего не стоит. Это как обертка без конфеты. Бадриар говорил, что из таких пустышек и состоит наша реальная реальность. Они называются симулякры. Вот пример. Это тыква. Настоящая, сочная, с семечками внутри. А вот это тыквенный пирог. Он мало похож на тыкву, но сделан из тыквы, муки и сахара. Этот знак маскирует реальность, но все еще отсылает к ней. Отрыв от реальности увеличивается, и вот на сцену выходит симулякор. Традиционный тыквенный латте из Старбакса, который ассоциируется с сезоном тыквы и осенним уютом. Но есть проблема. Пряный тыквенный латте придумали маркетологи в 2003 году, когда ели тыквенный пирог, запивая эспрессо. Так что напиток нетрадиционный. Он даже не сезонный, потому что тыква доступна круглый год. И в первое время он даже был не тыквенным. Изначально в его составе не было ни грамма тыквы. Там было все, что угодно, но только не тыква. В итоге в 2015 Старбаксу все же пришлось добавить в тыквенный сироп настоящее тыквенное пюре. И этот пример далеко не единственный. Так, в сэндвиче сабвей с тунцом совсем не нашли тунца, а хлеб в нем признали ненастоящим хлебом. А клубнично-банановая жвачка совсем не похожа ни на клубнику, ни на банан. Сегодня мы можем придать ей вкус настоящей клубнике, но нам он не понравится. Мы слишком привыкли к ярким заменителям. Настоящая клубника для нас уже, ну, недостаточно клубничная. А вот еще пример. Помните выпуск про самый большой фейк в истории? Ретро-Вейв это тоже симулякор. Он как будто отсылает нас в 80-е, но в это время мало кто слушал синтей и электронику, а музыкальные клипы не были разукрашены неоном абсолютно. Это было время рока и диска. Неон, синтезаторы и электроника заставляют нас испытывать ностальгию по времени, в котором мы не жили, и более того, которого не было вовсе. Вы можете подумать, ну, настоящий симулякор это просто обман. Обман. Но сам Бодриар говорил так. Симулякор никогда не скрывает правду. Он и есть правда, которая скрывает, что ее нет. Американцы, пьющие тыквенные латы, действительно ощущают атмосферу осени. Мы, когда смотрим очень странные дела или слушаем ретро-вейв, действительно ностальгируем. Мы не обмануты. Нет, мы получили то, что хотели. Оригинал нам не нужен. И в этом и отличие виртуальной реальности от гиперреальности. Смотря на Лил Микелу, мы знаем, что она не настоящая. И в этом ее фишка. Но выпивая тыквенные латы или ностальгируя под ретро-вейв, мы уверены, что имеем дело с чем-то подлинным. Это и есть гиперреальность. Она потеряла связь со смыслом. Приставка гипер здесь означает, что она похожа на гипертекст. Текст со ссылками, которые постоянно куда-то отсылают. Как гипертекст в Википедии. Если путешествовать по первым ссылкам в англоязычной Вики, вы так или иначе дойдете до страницы «Философия». Вот пути до нее от Гарри Поттера, Кофе, страницы самой Вики, Медузы, признанной инагентом, Москвы, Владимира Путина и Обамы. Но если в Википедии первый источник — это философия, то в гиперреальности первый источник часто отыскать просто невозможно. Этот трек вы узнаете с трех нот. Конечно же, это «Smells like Teen Spirit». Что за Teen Spirit? Вроде бы как бунтарский подростковый дух. Дух молодости. Значит, Курт написал песню про бунтарство? Но не совсем. Курт хотел написать песню в стиле «Пиксис», а фразу подсмотрела на стене дома. Его бывшая написала «Курт smells like Teen Spirit». Она его и вдохновила. Хотя сама девушка, ну, имела в виду вовсе не дул бунтарства, а популярный в то время дезодорант Teen Spirit. Так что «Smells like Teen Spirit» отсылает нас в «Пиксис» и надписи на заворе, отсылающие к дезодоранту. Мы как будто бы блуждаем по гиперссылкам Википедии, переходя от одной страницы к другой. Только мы никогда не узнаем, какая страница была первой. Ведь и «Пиксис», и название дезодоранта Teen Spirit тоже отсылают к чему-то. Получается, что симулякор — это гиперссылка, которая в конце приводит к ошибке 404. То есть страницы оригинала не существует. Но как мы оказались в этом новом мире? Откуда берутся симулякоры, которые превращают нашу жизнь в гиперреальность? Ну, во-первых, из рекламы. Да, в том числе и из рекламы на этом канале вообще из любой рекламы. Она может быть полезной, она может развлекать. Но почти всегда реклама показывает, что любая проблема может быть решена с помощью какой-то конкретной вещи. Йогурты обещают избавить нас от проблем с пищеварением, которых нас может вообще и нет. Одежда сделает стройнее, сильнее и круче. А кофе на вынос и макбук обязательно сделают нас дизайнерами. Какой же дизайнер без кофе и макбука? Нас убеждают, что вещи любого человека дополняют его образ, заботятся о нем. Ну, и мы, конечно же, начинаем их желать. Например, не просто хотим есть, а хотим тот самый бургер. Не просто утолить жажду, а выпить именно новогодней колы, которую привезет толстый Санта, сам образ которого сделала популярным кола. Не просто обновить смартфон, а держать в руках именно iPhone 13 Pro из хирургической стали, с камерой Deep Focus и HDR. Проблема в том, что вещей всегда не хватает. Мы постоянно стремимся к вечно исчезающему идеалу. Как осел, который вечно бежит за морковкой, но эта морковка прикреплена к ослу и постоянно убегает от него. Осел этого не понимает. И вот у нас, у каждого, своя морковка. Так, в футбольных трансляциях разная реклама в зависимости от страны. Россияне видят футболистов на фоне Coca-Cola, американцы — сервиса аренда машин, британцы — ставок на спорт, а европейцы — на фоне Nike. А теперь представьте, что такое происходит не только с рекламой, а со всеми новостями в мире. Журналисты всех стран и даже внутри страны освещают одно и то же событие совершенно по-разному. Одни рассказывают, как во время протестов полицейские беседуют с молодежью и раздают чай и печенье, а другие, как полиция, избивают прохожих. Вы и сами наверняка замечали, что у вас одна реальность, а у ваших родителей абсолютно другая, хотя каждый убежден, что знает истину. Отсюда там много ругачек, много непонимания, и как будто бы мы реально живем в разных вселенных. У меня та же самая ситуация частенечко. В общем, СМИ — это второй главный источник симулякров. Первоначальное событие уже не так важно. Эмоции вызывают не факты, а их интерпретация. В эссе «Войны в заливе не было» Батриар говорит, что в Персидском заливе была не настоящая война. Армия США могла стереть Ирак с лица земли, но почти не вступала с ним в прямое столкновение. Это была симуляция большой войны в прямом эфире, которую СМИ транслировали как реальность. Такие войны с внешним врагом отвлекают от проблем. Зрители не знают реальной ситуации. Они погружаются в тот или иной инфопузырь в зависимости от того, какие СМИ они смотрят. Есть инфопузыри, где изменение климата — главная проблема человечества, и пузыри, где это миф и сговор ученых. Миры, где 11 сентября было терактом, и миры, где это были операции спецслужб. Миры, где американцы летали на Луну, и миры, где это была постановка. Мир Russia Today, где Россия — это рай в окружении врагов. Или мир Медузы, признанный иногентом, который выглядит так, будто апокалипсис уже произошел. Каждая СМИ избирательно транслирует одно и игнорирует другое. Вам остается лишь найти соответствующую вашим взглядам картину мира и сделать репост. Доходит до абсурда. Информагентство «Панорама» придумывает фейковые новости, но их вполне можно представить в реальности. «Панораму» репостит Владимир Соловьев и Первый канал, но больше всего пугает, что несколько раз она даже предугадывала события. Например, написали, что военнослужащих обяжут прочитать статью Путина, а через три дня это реально произошло. Разобраться, что фейк, а что правда, становится все сложнее. Окей, но хотя бы в исторических-то фактах мы можем быть уверены. Не всегда. Восстание декабристов царская Россия считала изменой Родине, поэтому некоторых из них повесили, а других сослали в Сибирь. В СССР из декабристов, наоборот, сделали героев и патриотов, печатали на марках и тарелках, а Сенатскую площадь переименовали в площадь декабристов. А современный фильм «Союз спасения» от фонда кино уже показывает их просто наивными мечтателями. Реклама, СМИ и даже учебники истории плодят симулякры. И хотя за симулякрами ничего не стоит, это по сути пустышки, они имеют вполне реальные последствия. В Казахстане полиция задержала активисток за фото с воображаемым плакатом. Это даже не высказывание, а лишь указание на него, чистой формы, без содержания. А недавно МВД обвинило трех подростков в терроризме из-за планов взорвать здание ФСБ, построенное в Майнкрафте. То есть за форму, а не за содержание. Мы боимся, что нас поглотит искусственная интеллекция, мы запутаемся, что реально, а что нереально. Но на самом деле это уже происходит в нашем реальном мире. Итак, в гиперреальности оригиналы утеряны, а вот в виртуальной реальности не все симуляция и фейк. Зависит от того, что именно вы делаете. Смотрите на фотки несуществующей Лил Микелы или проводите настоящее рабочее заседание в Зуме. Более того, в виртуальном мире отследить оригинал становится даже проще, чем в реальном. Вы наверняка слышали про NFT. Для многих это криптохуикта, пузырь, финансовая пирамида, что там, мошенничество, скам, ой-ой-ой. Но на самом деле это новая технология. И расшифровывается она как Non-Fungible Token, то есть невзаимозаменяемый токен. Разберем по частям. Что такое токен? Это цифровой объект, например, картина, рэп-альбом или виртуальная одежда. Но не любой, а записанный в блокчейне, то есть в дневнике, который видит все и который невозможно подделать. Идем дальше. Что такое невзаимозаменяемый? Это любой уникальный объект. Например, кольцо, которое сделал ювелир вам на заказ с вашей собственной гравировкой. Или картина, которую вы написали в детстве. Или даже собака. Вряд ли вы согласитесь заменить вашу собаку на другую, хотя даже такой же породы и даже той же расцветки. Нет, ваша собака незаменяема. Она уникальна. А вот деньги – взаимозаменяемый объект. Потому что любой доллар равен любому другому доллару. Итак, теперь соединяем невзаимозаменяемый и токен. Это уникальный цифровой объект, записанный в блокчейне. Вот, например. Допустим, вы сделали гифку с летающей кошкой. И она разошлась по интернету. Делайте из гифки NFT-токен и все. Оригинал принадлежит вам. Так и произошло с NyanCat. Создатель продал ее на аукционе за 300 эфир. Сейчас это больше миллиона долларов. И любой может посмотреть, как шли торги и кому гифка принадлежит сейчас. Если можно проверить оригинальность искусства, то его легче продавать. Вот, например, картина моего друга Слона. На ней нарисован, как он говорит, я. Она твердая, физическая. Я чувствую, что она нарисована акрилом. Вот это можно почувствовать. Она настоящая. Но если другой художник захочет сделать подделку и нарисует это, то я отличить от оригинала уже не смогу. Чего не скажешь о этой картине в виде NFT-токена. Вот ее номер, вот создатель. Даже если конкретно этот сайт ляжет, весь интернет все равно сможет увидеть в блокчейне, кому принадлежит картина и сколько она стоит. Но зачем вам платить за эту картину? Вы же можете ее просто скачать. Пожалуйста, скачивайте, выкладывайте в Instagram. Не знаю, печатайте на футболках. Я скажу вам спасибо. Ведь это только повысит стоимость оригинала. Цифрового оригинала. Точно так же вы можете повесить на стену репродукцию Мона Лизы, скачать ее на телефон или напечатать на майке. От этого очередь в Лувре только вырастет. Но в отличие от DaVinci, Aslone будет получать 5% с каждой перепродажи своей картины, как Royalty. Потому что комиссия может быть вшита в смарт-контракт. То есть слон продал одному, потом тот продал другому и так далее. И каждая перепродажа — это 5% идет слону. Хотя более точным будет сравнить NFT не с картинами, а с бейсбольными карточками, которые коллекционируют американцы. Или с фишками с покемонами, которые были у нас в детстве. Но если раньше ты хвастался коллекцией перед всем двором, то сейчас можешь похвастаться перед всем интернетом. А здесь вы можете завести криптокошек. И в отличие от бейсболистов на карточках, они могут размножаться. Секретный алгоритм перемешивает кот, и рождаются котята, похожие на родителей, но со своими уникальными кот-атрибутами. Глазами, расцветкой, короной, крылышками и прочими приколясами. Котов можно плодить и продавать бесконечно. Запись в блокчейне невозможно проделать. Государство может запретить говорить о геях. Может переселить людей в другое место ради строительства патриотического парка. Но вот стереть запись о том, что вам принадлежит гифка с котиком, оно не может. Помните, интернет помнит все. Теперь блокчейн помнит все. А вот от чего бодриар точно бы сошел с ума, так это от истории с картиной Бэнкси, которую оцифровали, привязали к NFT, а затем сожгли. Теперь она только в цифровом виде, понимаете? Мы как будто уничтожили тыкву, пироги и лата и оставили только тыквенный вкус, то есть симулякор. А вот теперь задумайтесь. Мы, вот мое поколение и поколение родителей, уж тем более, привыкли к физическим ценностям. Нам важно, чтобы вот оно было в руках, нам надо, чтобы пощупать его можно было. Родители вообще, вообще им сложно отказаться даже от кэша. То есть деньги на карточке для них это как-то нестабильно. Вот кэш это понятно. Так вот, наши дети и внуки будут рождаться уже с телефоном в руках. И вот им будет важна ценность цифрового оригинала. Это будет что-то зафиксированное в блокчейне, но это можно передать, но пощупать нельзя, только посмотреть. И для них эта ценность будет гораздо важнее, чем обладать этим объектом физически. Мы хотим сыграть в эту игру вместе с вами. И сделали свой набор NFT. Да, это первый дроп NFT от команды Topless. И среди токенов, кстати, есть и картина слона, хозяином которой являюсь сейчас я, но можете быть вы. И другие его картины. А также вот эти айтемы от Topless. Три карточки планет с научно обоснованной фауной, которая адаптировалась под вулканы или соседство с черной дырой. Постер «Еёб вашу мать» из выпуска про концептуализм. И детально проработанная комната из выпуска «Идеальное преступление». А также анимированная неоновая заставка Topless. А теперь самое интересное. Лоты, которые существуют в единственном экземпляре. Это ретро-ян из Карамбы и ядерный ян из выпуска про ядерную войну. Бонусом я созвонюсь с их владельцами. Поболтаем. Айтемы можно перепродать. Всех, у кого они окажутся 7 декабря в 3 часа дня, мы упомянем в титрах. Наша коллекция и картины слона по ссылке в описании. Итак, подытожим главные мысли из этого выпуска. Наш твердый материальный мир уже давно состоит из подделок и иллюзий. Гипереальность нас постоянно к чему-то отсылает. Но оригинал либо утерян, либо никогда вообще не существовал. А в это же время виртуальная реальность становится реальней реальной реальности. Здесь, как и в выпуске про Panopticum, удивляет то, что идеи философов благодаря технологиям получают такое развитие, которое сами философы не могли даже представить. Виртуальная реальность изменит нас самих. Это концерт Трэвиса Скотта внутри Fortnite, который одновременно смотрели 12 миллионов человек. Просто взгляните. Колонка размером с планету и километровый Трэвис. С небес льется угольный дождь, день сменяется неоновой ночью. Зрителей поднимали воздух, погружали под воду и даже запускали в стратосферу. А закончилось все эффектным взрывом и никакой давки, в отличие от реального концерта, где недавно задавили насмерть 10 человек. А пострадало 300. Но это же просто детская игрушка. Да, но там можно общаться, встречаться, работать и учиться. Ваш ведьмак так может? А Call of Duty? Вот и я так думаю. Fortnite это уже не просто игра, а метавселенная. Метавселенная? Еще один громкий термин? Да. Он появился в 1992 году в фантастическом романе Нила Стивенсона «Лавина». Метавселенная – это виртуальное пространство, где пользователь не смотрит контент, а сам находится внутри него. Там простой разносчик пиццы становится хакером и самураем. Этот же роман сделал популярным слово «аватар» задолго до аватара Джеймса Кэмерона. А теперь давайте соединим метавселенную, NFT и криптовалюту. И получим Decentraland. Виртуальный мир, как Minecraft, только поделенный на участки 16 на 16 метров, каждый из которых – это отдельный NFT. И каждый можно купить. Чтобы что? Чтобы сделать все, что хочешь, как в жизни. Построй казино, устрой NFT-выставку, главное – прилечь к себе больше людей, чтобы больше зарабатывать. В Decentraland есть даже билборды с рекламой, только в отличие от тех, что на улице они кликабельны. То есть можно сдавать рекламные площади. А можно заказать, например, пиццу в Ларьке Доминос, и ее привезут к вам домой по-настоящему. Выглядит дико, согласен. 3D-полигоны просто выкалывают мне глаза. Но вспомните, с чего начинался интернет. Эпоха Web 1.0 длилась до 2004 года. Тогда интернет был одной сплошной Википедией. Ни покупок, ни соцсетей, ни нормального видеоконтента. С 2004 года по сегодняшний день – эпоха Web 2.0. Соцсети и смартфоны собирают наши данные и продают рекламу, но одновременно делают каждого из них нас создателем контента. А наступающая эпоха Web 3.0 – это децентрализация всего. Финансов с помощью криптовалют, авторского права с помощью NFT и сделок с помощью смарт-контрактов. Помните этот мем? Я модель в Инстаграме. Тогда я миллионер в Варкрафте. В Web 3.0 – это больше не мем, короче. Если ты миллионер в игре, то ты и миллионер в жизни. И это только существующие проекты. Цукерберг недавно показал, что нас ждет в будущем. Отныне Facebook – это мета. Мы больше не будем пялиться на сетку и злиться на созволе. Мы будем присутствовать на рабочей встрече, при этом менять свою внешность как угодно. Будем играть в подвижные игры с людьми на другом конце планеты и даже заниматься боксом с искусственным интеллектом. И защитный шлем надевать не придется. Цукербергу осталось лишь добавить, что если ты умираешь в метавселенной, то умираешь и в реальной жизни. Прямо как в Матрице. Шутки шутками, но слышали ли вы выражение «The medium is the message»? То есть средство передачи информации и есть информация. Вспомните про инфопузыри с середины выпуска. Технологии не только быстрее передают информацию, но и меняют нас самих. Печатный станок, радио, телевидение и компьютер – это не просто машина. Через эти медиа мы видим реальность не такой, какая она есть на самом деле, а такой, какой ее закодировали. Ленин говорил, коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Задумайтесь на секунду над этим предложением. Электричество нужно не только для того, чтобы поднять промышленность, а для того, чтобы в каждой избе было радио, которое транслирует идеи. До радио их транслировали газеты и книги. Теперь у нас есть интернет и блокчейн. И они уже меняют общество. Важно понимать, что VR, NFT и метавселенная – это лишь инструменты. Бояться надо не загрузки в матрицу, бояться надо отсутствия смыслов. Важно не то, где мы существуем, а важно то, что мы делаем. Технологии могут засунуть в виртуальное пространство симулякры, превратив его в гиперреальность с кричащей рекламой и фейками. А могут дать абсолютно каждому доступ к хорошему образованию и удаленной работе. Чем дальше технология уходит от реального физического мира, тем сложнее нам вам это объяснить за 30 минут. А вам сложнее распознать, что реально, а что нет. Но что точно – будущее наступит, хотим мы этого или нет. И наступит оно для всех – для русского, американца, жителя Африки, Австралии. Вопрос только в том, кем в этом будущем будете вы. И, как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Итак, если вам понравился выпуск, поставьте лайк. Напоминаю, что наше NFT по ссылке в описании. И это – возможность стать ближе к нам и поддержать наш проект. Если хотите свое имя в титрах, пишите его в аккаунте на OpenSea под ником. И помните, что до Нового года еще два выпуска.